Генеральный партнер программы Здравствуйте, уважаемые телезрители! Сегодня мы расскажем вам о самых знаменательных событиях, произошедших в жизни Православной Церкви на Рязанской земле. После празднования Крещения Господня Православная Церковь по установленному обычаю чтит память Пречечи Иоанна Крестителя. После любого великого господского или богородичного праздника обычно вспоминают тех святых, которые причастны данному событию в священной истории. Так, на следующий день богоявления Церковь чтит того, кто послужил делу Крещения Христова, возложив свою руку на главу Иисуса Христа. Иоанна Крестителя в России очень почитают, а в Рязанском Кремле действует храм его честь, возрожденный после лихолетия несколько лет назад. В день престольного праздника в этой церкви, так же, как и во всех православных храмах, совершал стожественное богослужение в честь великого святого. Возглавил его правящий митрополит. Претеченский домовый храм в здании архиерейского дома не один век сужил место молитвы для правящих епископов Рязанской кафедры. Сохранившиеся росписи дореволюционной шумовской школы на стенах этого храма до сих пор повествуют о жизни святого Иоанна Крестителя. Они хранят и былое благолепие домовой церкви. Несколько лет назад она была передана Рязанской епархии и теперь является действующей. Перед началом вечернего богослужения духовенство в белом облачении, которое является светлым символом праздника крещения Господня, торжественно встретило правящего архиерея. И под пение кафедрального хора в старинном храме святого пророка началась служба. На следующий день после крещения Господня празднуется собор Иоанна Крестителя, потому что Он был непосредственным участником этих событий, непосредственным совершителем крещения Христа Спасителя, а также Он напоминает нам о покаянии. Дело в том, что приход Спасителя на Иордан был, можно сказать, первой отправной точкой, когда Христос Спаситель появился уже как Мессия. Святой Претечий Креститель Иоанн, как повествует Священное Писание, родился за шесть месяцев до появления на свет самого Иисуса Христа. По стечению обстоятельств ему пришлось подвизаться в пустыне. Пост и постоянное общение с Богом привели к тому, что он стал великим пророком, которому было предначертано возвещать людям о приближении Царства Мессии, о Спасителе. Именно поэтому его называют Предтечей. Предтеча, в переводе на русский язык, это значит «идущий впереди», то есть «впереди текущий». Дело в том, что Иоанн Предтеча вышел на проповедь чуть раньше Христа Спасителя. И его задача была подготовить путь к проповеди Христа Спасителя. Иоанн Креститель был последним Ветхозаветным святым, который по праву так назывался. Его жизненный путь оборвался мученической смертью. Он был в числе первых новозаветных мучеников и своей жизнью объединил в себе обе эпохи Старого и Нового Завета. На одном из перов, которые посвящены были дню рождения царя Ирода, Иродиада, плясала перед ним и по навету своей матери попросила у царя Ирода главу Иоанна Крестителя. И, как сказано в Священном Писании, царь Ирод не мог отказаться от своих слов и повелел усекнуть главу Иоанна Крестителя. И действительно, Иоанн Креститель объединил в себе и Ветхий Завет, и Новый Завет, потому что он был последним пророком Ветхого Завета и первым пророком и мучеником Нового Завета. Великий Святой изображается с правой стороны от Господа на центральной иконе Диисусного Ряда иконостаса. По другую сторону всегда Богородица, символизируя общение в Царстве Божием. Почитание Иоанна Крестителя в России велико. Множество храмов и монастырей посвящены ему. Верующие знают его благодатную помощь и силу избавлять от различных болезней. Однако по молитвам к нему исцеляются не только телесные и душевные недуги. При своей жизни он призывал людей к покаянию, поэтому к нему обращаются с просьбой о помощи в укреплении веры и стремлению стать лучше, изменить образ мыслей и жизни. Алена Кабанова, Михаил Иванов, 9-й телеканал. В Рязанской Львовской воспитательной колонии прошел благотворительный концерт Светланы Копыловой. Она является автором и исполнителем уникальных православных песен преч, лауреатом международных и региональных фестивалей. Концерт был приурочен к великому православному торжеству к крещению Господню. Светлана известна как в России, так и за ее пределами. Она часто выступает с благотворительными концертами в колониях, тем самым стараясь поддерживать людей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Эта талантливая исполнительница уже не в первый раз выступает в Рязани. Ее концерты всегда проходят в очень трогательной и теплой обстановке. Автор предлагает слушателям самим выбирать к исполнению те песни, которые им нравятся. Поэтому во время выступления звучат песни и пожелания поклонников творчества Светланы. Не стало исключением и концерт, прошедший в Рязанской воспитательной колонии. Он области ждал, и он ждал ее песен. Он оказалось читал между струб и мыслью. Всех дороже она стала вдруг и роднее. Стой в паре, как в письме познакомился с нею. Многие девушки, находящиеся в Рязанской Львовской воспитательной колонии, ранее слушали и смотрели записи выступлений Светланы Копыловой. Но ее концерт вживую дает несравненно более сильные ощущения и переживания. Замечательные стихи и песни находят самую короткую дорогу к сердцам и душам ее слушателей. Светлана женщина необыкновенной духовной красоты, имеющая замечательный талант, и на концерте в этом можно было убедиться. Ей зачастую намного легче своими песнями достучаться до людей, давая им силы для начала исправления своей жизни, для вступления на верный путь спасения своей души. После ее выступлений многие уходят со слезами на глазах. Это творчество оно не только трогает ум, оно трогает прежде всего душу. И вот тот бисер слов, которые она собирает, они из бисеринок превращаются в маленькие алмазики, нанизываются на ниточку и так глубоко проникает душу каждого человека, что не оставляет никого равнодушным. Если сейчас обратили внимание как девочки слушают ее концерт, то наверняка тоже увидели у кого-то в глазах слезы появились, кто-то задумался, кто-то глубоко ушел в себя, но слова все воспринимаются вот именно душой. Выступление в колонии для Светланы дело привычное. Уже не раз она давала благотворительные концерты в исправительных учреждениях. И для каждой публики она старается подобрать особые песни и всегда выступление проходит в живом общении со зрителями и учитывая их пожелания. Довольно часто выступаю в заключенных, правда, больше это мужская аудитория, по большей части в женских, особенно в подростковых редко. В подростковых наверное второй раз я буду всего выступать. И как-то так сложилось, что благотворительные концерты у меня именно в колониях. И когда меня приглашают, я всегда с радостью отзываюсь. Когда чувствуешь отдачу, а я ее всегда чувствую, независимо от того, в заключении я выступаю или просто в концертном зале. ведь люди везде и здесь тоже люди. В песнях-притчах Светлана пытается и надо сказать, что ей это удается простыми словами донести до сердца слушателя духовные законы бытия. И что особенно привлекает в творчестве Светланы, сюжеты ее баллад и песен в основном взяты из житийной литературы потеряков и святоотеческих поучений. И раскрыты они с необычайной бережностью в лучших традициях духовных кандов. В течение двух лет мы пытались сделать так, чтобы девочки в воспитательной колонии тоже услышали ее творчество. Мы проводили работу с детьми, рассказывали о том, кто такая Светлана Копылова, какие песни она исполняет, показывали диски, рассказывали о ее творчестве, но вот никак не получалось, чтобы концерт состоялся именно у нас, чтобы она приехала к нам. Чудеса случаются недаром, да? Новогодние праздники только что закончились, крещение, и вот счастье, что приехал такой человек замечательный. Я не ожидала, что меня так впечатлит этот концерт, просто я никогда не слышала песни-притчи. Это впервые в моей жизни, и меня это тронуло до слез. Я не знала, что вроде простые жизненные истории могут так задеть, так впечатлить. Такая жизненная простота, это все так преподнесено. начинаю задумываться о чем-то. Действительно, песни со смыслом. Сразу хочется стать как будто чище, задуматься о чем-то и справиться. Удивительно, как чутко Светлана затрагивает своим творчеством струны человеческих сердец, помогая оторваться от мирской суеты и на несколько часов погрузиться в атмосферу живой поэтической музыки. Произведения Светланы насыщены глубоким смыслом. Основная роль в них отводится, конечно же, любви к Богу и ближнему, которой так не хватает людям сегодня. Поэтому для девочек, находящихся в Ольговской воспитательной колонии, концерт Светланы Копыловой прежде всего имел воспитательную основу. Когда они увидят и услышат то, что будет здесь произнесено и спето, я думаю, что для них будет это огромный и духовный запас, и физический, потому что те песни, которые они услышат, для души необходимы. Это любви, это Бога, это вечность жизни. Вообще у меня для разных аудиторий есть песни, и, конечно, я прокручивала в голове свой репертуар, чтобы сюда максимально подходящие песни подобрать. Про наркомана я исполнила, про самоубийцу я исполнила, про аборты, по заповедям не укради, почитается и мать. Ну, посмотрим по ходу. Я обычно редко, когда планирую свой репертуар, как-то по ходу рождается то, что нужно, приходит в голову. Профессиональная творческая деятельность Светланы Копыловой стала отражением ее собственной церковной жизни. Как киноактриса она припомнится сейчас немногим, однако в кино Светлана сыграла более двух десятков ролей. В конце 80-х вышел фильм «Меня зовут Орликина», где у нее была главная женская роль. Фильм этот вместе с творческой группой объехал полмира. Очень многое изменилось в жизни артистки с появлением духовника. Именно благодаря ему она стала задумываться над ценностями жизни, над тем, как она проводила свои годы до знакомства с православной верой. Она поняла, что талант, который Господь дал ей, нужно употреблять на прославление его имени. Вначале были баллады о святых, которые Копылова перекладывала в стихи, а некоторые также и на музыку. Потом появились песни-притчи, после того, как Светлана познакомилась с проповедями архимандрита Рафаэла Карелина в его книге «Путь христианина». Одна из проповедей о покаянии, про слезу грешника, так запала в душу, что она решила сделать из нее песню. Потом попробовала другую притчу, потом еще. Так и пошло. Со временем появился новый, созданный Светланой, песенный жанр. Хоть надежды тонок и ручьи, трогал сердце и вещи, и хоть мой побег зеленый развернул свои листочки, засветет ли пышно крово, и какие-то сладочки. Слава Богу, что бывают такие моменты, что приезжают к нам сюда такие люди, которые отдают всего себя для того, чтобы другим было тепло, радостно и счастливо. Поэтому спасибо Господу за такую встречу и всех хотелось бы порадовать сегодняшним праздником и хотелось бы увидеть у них тоже солнечный взгляд на весь сегодняшний мир. Свои песни, как признается сама Светлана, она пропускает через душу и когда сочиняет, и когда исполняет, только тогда идет связь со зрителем, обратная связь, только тогда они по-настоящему воспринимают то, что она хотела сказать. На сцене надо отдавать себя без остатка, тогда будет и отдача, а иначе фальш и игра. Зрители это чувствуют, они не будут плакать во время песни, если душа автора по-настоящему не плачет вместе с ними. Можно еще долго перечислять достоинства песен-притч Светланы Копыловой, но лучше, наверное, самому хоть раз услышать их, чтобы сделать свои выводы. На площади новаторов московского микрорайона продолжается строительство храма в честь Сретения Господня. Кроме главного престола, в цокольном этаже здания планируют обустройство первого в городе предела во имя святителя Феофана Затворника Вышинского, память которого чтилась 23 января. Почтить великого учителя благочестия и богослова русской православной традиции 19 века в Сретенском храме собрались многие верующие. Там состоялось торжественное богослужение, которое совершал собор Южного благочиния города Рязани. Кроме этого, в церкви отныне на постоянном пребывании будет находиться ковчег с частицами мощей великого подвижника, которые ждали на приходе целый год. Несмотря на обжигающий мороз, работы по возведению Сретенского храма на площади новаторов не останавливаются. Полным ходом идет возведение стен будущего Дома Божьего. Пока каменный храм строится, службы ведутся в небольшой деревянной церкви, но надежды на то, что в скором будущем на Московском появится большой красивый каменный храм вполне оправданы. Цокольный этаж здания был готов еще в конце 2011 года, и тогда же было решено, что там устроят предел в честь святителя Феофана Затворника Вышинского. Так как его мощи сохранились в годы советской власти и сейчас спокоятся в Свято-Успенской Вышинской обители, было решено их частицу передать в дар Сретенскому храму. В прошлом году, накануне Дня памяти святителя, святыни привезли в Рязань, однако для нее был необходим ковчег, где бы она пребывала постоянно. Стараниями Вячеслава Улькина, благотворителя и прихожанина храма, это удалось устроить. Ровно через год, с момента прибытия мощей святителя Феофана Затворника, в день его памяти верующие получили возможность увидеть в ковчег замечательной работы талантливых мастеров и, конечно же, приложиться к мощам Великого Святого. Как все мы помним, 14 ноября 2011 года, когда совершилась закладка нашего храма, владыка-метрополит благословил создание крестильного храма в цокольном этаже будущего строящегося храма. Там будет освещен предел, первый предел, первый престол во все Рязанские митрополии в честь святителя Феофана Затворника Вышинского. И по благословению владыки в нашем храме будет пребывать вот этот ковчег, куда по его благословению помещена частица мощей, переданная нами из Вышинского женского монастыря. Поэтому с сегодняшнего дня каждый из вас сможет постоянно прибегать к молитвенной помощи к святителю Феофану. Канонизация святителя Феофана состоялась на поместном соборе Русской Православной Церкви, посвященном тысячелетию Крещения Руси. Уже 25 лет православный мир почитает Затворника как святого и непрестанно изучает оставленные им духовные наследия его книги. Святитель Феофан, посвятив себя поиском пути к вечной жизни, показал этот путь и последующим поколениям в своих богословских трудах. Святоуспенский Вышинский монастырь, расположенный в Рязанской области, считается духовной Родиной и местом несения христианских подвигов святителя Феофана Затворника. В 2010 году Издательский Совет Русской Православной Церкви начал работу по изданию полного собрания творений святителя. Данный проект не имеет аналогов церковно-издательской практики последних лет. Уникальность личности заключалась в том, что, будучи великолепным богословом и иерархом, он имел богатый опыт церковно-дипломатической, учебной и административной работы. Он принял на себя подвиг Затвора, в котором провел более 20 последних лет своей жизни, где создал большую часть своих произведений. Как писатель, святитель Феофан универсален. Его творчество охватывает сразу несколько жанров и видов церковной письменности. Это и дематические, и аскетические, и духовно-нравственные сочинения, не говоря уже о переводах и богатейшем эпистолярном наследии. Величаем Тя Святителю Отче наш Феофан Песня Песня Благодаря Бога наше Бога. Святитель Пеопан, Вышинский затворник, он много потрудился ради Церкви, ради Господа нашего Иисуса Христа. Это труды его бесценные, и вся его работа, земная жизнь, чтобы помочь нам, людям, близким и всем православным христианам. И указывает нам своими трудами, своей жизнью путь ко спасению, путь к Богу. В первую очередь святитель Пеопан был подвижником, глубоким аскетом, который опытным путем прошел и усвоил учения святых отцов Церкви. По объему своего наследия святитель Пеопан занимает второе место в русской литературе после Льва Толстого. А среди русских церковных писателей по масштабам своего духовного и богословского творчества он занимает первое место. Наследие святителя Пеопана востребовано в наши дни, так же, как и во времена его жизни. А мысли и поучения не просто считаются полезными, но оказывают до сих пор большое влияние на души верующих людей. Его слово заставляет задуматься о смысле существования человека и о необходимости христианской жизни по Евангелию и учению Церкви. Существует немало преданий об исцелении страждущих по молитвам Крестой Богородицы перед ее иконой Млекопитательница. Празднование в ее честь совершалось 25 января в день памяти святителя Савы Сербского, особо послужившего прославлению этого образа. В нашем городе храма в честь иконы Млекопитательница нет, однако не так давно на территории 8-й государственной клинической женской больницы была возведена часовня. Перед этим образом Матери Божией люди молятся при трудных родах, при недостатке грудного молока, а также о здоровье рожденных детей. Поэтому по решению правящего митрополита часовня и была посвящена изображению Богородицы Млекопитательницы. В день памяти иконы там состоялся торжественный молебен, на котором присутствовали врачи и пациенты больницы. 25 января православный мир чествует иконы Божией Матери Млекопитательницы. На Рязанской земле есть небольшой островок, часовня, где эту икону чтят особо. В 8-й больнице этот образ приносит помощь всем страждущим женщинам, находящимся на лечении. Тем, кто приходит с верой и надеждой помолиться сюда, прося здоровья, крепости сил, утешения и благословения на сохранение своего будущего ребенка. Уже сформировалась определенная группа прихожан, которые стараются неопустительно по субботам приходить на молебны. Сюда приходят наши пациентки, находят здесь утешение и находят поддержку со стороны священника и могут свои духовные требования здесь исполнить. И на самом деле часовня, как и положено очагу православия, она сплачивает вокруг, вот совершенно чудесным, наверное, образом сплачивает вокруг себя людей. Между епархией и Министерством здравоохранения Рязани уже несколько лет существует сотрудничество. По заключенному соглашению при каждой больнице находится либо молельная комната, либо часовня или храм. Также за каждым лечебным учреждением закреплены священнослужители епархии, которые окормляют врачей и пациентов. Восьмая больница – не исключение. С благословением митрополита Павла здесь действует часовня. На средства благотворителей в короткие сроки она была возведена и сегодня находится в благолепном виде. Рядом с ней в теплое время года можно видеть красиво облагороженную аллею в честь сохраненных жизней младенцев. В это святое место пациенты приходят, чтобы причаститься и исповедоваться, укрепиться благодатными таинствами, что, несомненно, влияет на укрепление души и тела. Место, где раньше достаточно широком делались аборты, а одно время была тюрьма. Такое было в истории нашего имущественного комплекса. И в этой тюрьме в том числе был этап времени, когда это была женская тюрьма. Здесь были карцеры и, так по воспоминаниям некоторых, и расстрельное помещение. То есть, наверное, боль этого места, кровь, которая, может быть, пропитала землю, она взывала к тому, чтобы здесь начать совершать добрые дела. И одно из таких дел – это возрождение духовности этого места, а не только каждого единого из нас. Пришлось впечатление, что на территории больницы должен быть либо часовня, либо молильное помещение, либо православный храм. Новорожденный малыш нуждается в материнском молоке, поскольку в нем пища и здоровье. Нуждается в ласке и утешении. Как и всякая мать, Пресвятая Богородица кормила своим молоком Иисуса Христа. Потому к ней люди молятся, чтобы дети росли здоровыми, своей жизнью славили Бога и чтобы радовались, глядя на них их мамы. А между тем, образ, который словил покровительницы кормящих матерей, появился в мужском монастыре о плоти строгости и целомудрия. Икона Божьей Матери Млекопитательница прославилась не у малых детишек, а у строгих афонских монахов. И вскормила она их не молоком, а мудростью духовной и разумением богословских книг. И по сей день Матерь Божья укрепляет монахов своим млеком познания. Как мать воспитывает и питает свое неокрепшее дитя своим нежным молоком, так и Матерь Божья питает нас божественным знанием нашей неокрепшей души. История икона Млекопитательница уходит в глубину веков, в то время, когда появились первые монашеские обители и первая лавра на востоке – лавра Савва Священного. Именно там хранился этот святой образ и отдан был по пророческому завещанию Савва Священного своему царственному тезоимениннику Савве Сербскому. Икона Богоматери Млекопитательница в настоящее время находится на Афоне в церкви, принадлежащей Хиландарскому монастырю. Устное предание, до сих пор сохраняющейся в этой обители, говорит, что первоначально эта икона находилась в лавре преподобного Савва Священного, которая расположена недалеко от Иерусалима. Савва Священная оставила завещание своим насельникам монастыря, что через 200 лет по его кончине в монастырь прибудет великий муж, соимённый ему самому, царского рода, которому следует передать эту святую икону. Так и случилось и по завещанию Саввы Священного святому Савве Сербскому было передано икона, которая на данный момент находится на горе Афон в одном из монастырей. Это единственная православная икона, изображающая Богородицу, кормящий божественного младенца. К образу обращаются за помощью кормящие матери. Считается, что он имеет особую благодать защищать детей и матерей. Но чудеса по молитвам, явленные к ней, могут коснуться и каждого живущего на земле. Это был наш последний сюжет. Мы завершаем наш эфир и благодарим вас за то, что вы были с нами в этот воскресный вечер. Увидимся ровно через неделю. До свидания, уважаемые телезрители. Редактор субтитров А.Семкин